Добрый вечер! Меня зовут Мария, но многие знают меня по моему нику в инстаграме, как Мамасита. И я тренер по тверху. Это такой достаточно специфический и малоизвестный в нашей стране танец, но я над этим работаю. И именно вокруг этого танца я и построила свой блог в инстаграме, и именно с помощью своей пятой точки стала популярной. Мне бы, конечно, было легче сейчас перед вами всеми сканцевать, чем рассказывать об этом. Но я попробую вас чем-то вдохновить и рассказать немножко о том, как у меня все это вышло и получилось. Возможно, я иногда говорю, что это случайно, но как показывает практика, случайность и не случайность. И вообще я по образованию архитектор и совсем не собиралась заниматься танцами. А так случилось, что танцы – это мое просто любимое дело и хобби, которое привело меня вот ко всему этому. Вот. Танцевала я всегда, везде. Хотела делать это в любое свободное от работы и учебы время. И однажды я просто начала искать, кому же пойти, куда, где позаниматься. И поняла, что эта ниша свободна и не есть над чем работать, и я взяла эту миссию на себя. Начала работать над собой, над своим телом и больше интересоваться. Училась по клипам. И тогда видеоуроков еще не было, потому что начала танцевать я этот стиль тверк 10 лет назад. И, наверное, многие из вас не знают, но, скорее всего, не знают, что это за стиль. Может быть, поднимите руки, кто не знает, чтобы я тогда рассказала в двух словах. Здорово. Так. Ну, опять легче было бы, конечно, показать, но вообще… Вообще, это стиль танца, в котором активно задействованы бедра и ягодицы. Вот. Но это очень полезно для женщин. Этот танец очень полезен для женской аудитории. И эта информация больше полезна для вас, девочки. Спасибо за поддержку. Я в своем аккаунте и блоге пропагандирую спорт, здоровый образ жизни и стараюсь мотивировать девушек заниматься танцами, быть более женственными и работать в этом направлении. И, ну, я стараюсь много ездить с мастер-классами, потому что в Киеве у меня есть своя школа. Но я максимально стараюсь больше ездить и показывать этот стиль везде. Но, когда я поняла, что не могу оказаться в нескольких местах одновременно, я решила, что пора сделать онлайн-курс. Так как онлайн-обучение сейчас очень развивается и популярно, я решила, почему бы и нет. И мы с ребятами разработали базовый курс сначала для девушек. Для тех, которые вообще никогда не пробовали танцевать. И мы его отработали. И это оказалось реальным и возможным научиться танцевать в онлайне. После этого, конечно же, так вышло, что пришлось его усложнить. И мы сделали курс для продвинутых. Сейчас задача стоит в том, чтобы выйти на западную аудиторию. И мы активно работаем над адаптацией этих двух курсов и переводом на английский и испанский языки. Потому что хочется захватить весь мир. Вот. Что бы я хотела посоветовать по поводу инстаграма. По поводу инстаграм-аккаунта. Мои основные принципы введения своего блога. Ну, первое, это найти тематику. Мне кажется, каждый может ее придумать. Потому что каждый человек уникален и может... Простите. Каждый уникален и каждый может придумать свою эксклюзивность, свою эксклюзивную подачу одной и той же темы. И если вы будете эксклюзивными, уникальными, то обязательно достигнете успеха в инстаграме и найдете своих людей. Ну, что сделала как бы я... Ну, мне было легко, потому что у нас в стране не очень популярен именно этот танец. Но именно поэтому, если вы найдете именно эту золотую жилку, это приведет обязательно в инстаграме к успеху и к той самой заветной галочке синей в инстаграме. И вы будете особенными. Но я... Самое основное мое правило – это качественный контент. Я уделяю очень большое время на съемки. И... Ну, съемки занимают, на самом деле, большую часть моего времени. Столько, сколько и сон. Я очень много снимаю. Снимаю короткие клипчики, видео, фотографии. И в моем аккаунте важен больше визуальный контент, чем тексты. Да. Поэтому, ну, я считаю, что этому нужно уделять много времени. Вот. И польза. Быть полезной. Мне нравится быть полезной. Мотивировать девушек, становиться более спортивными, активными, женственными. И делиться своим опытом. И если вы будете делать то же самое, делиться тем, что вам приносит удовольствие. И то, что вы умеете, это по-любому не может быть незамеченным. Вот. Что я хотела бы еще, может быть, отметить, посоветовать. Это всегда говорить «да» всем ситуациям. Потому что именно поэтому я оказалась сегодня здесь. И выступать или разговаривать, и рассказывать что-либо не мой конек. Вот. И легче, и опять же, мне было бы станцевать. Но это такой для меня классный челлендж. И я решила попробовать. И советую всегда принимать эти челленджи разные. И всегда говорить «да». И вообще, в принципе… Спасибо большое. В принципе, прокачивая свои самые лучшие стороны, мне легко было определиться. Вот. Но советую найти то, что вам приносит удовольствие на все сто процентов. Даже когда у вас нет сил, и вообще не хочется ничего, по-любому у каждого есть то, что приносит вам удовольствие. Я просто хотела бы пожелать вам, чтобы вы нашли это дело и кайфовали от этого. И из этого правда, я уверена, можно сделать бизнес, можно сделать работу, можно создать свой аккаунт. Если вдруг здесь есть люди, у которых, ну мало ли, нет своего Instagram аккаунта, обязательно его заведите. Потому что… Потому что, да. Это классно. Это весело и интересно. Поэтому… Что еще могу сказать? Гипнотизируйте всех. И танцуйте. Спасибо большое. Спасибо.